Токсис там в роли лёгкого Егора Крида, с отсылкой к Егору Криду, делает в поп-режиме кальян-рэп. Я думаю, может поставить потом Токсис Тага? Плохая идея, как думаешь? Да, я с кайфом, я за. Там просто... Ну, может быть, не Тага, может, что-нибудь у него посвежее поставить. Да не, ну Тага — это визитная карточка. Ладно, слушаем Нелета и Токсис, погнали. Ой, правда, не знаю, как сказать об этом, Ну, надо осознать, что в нашем семье Я буду третьим лишним Не вижу тебя, виною дым колена Спустил я, не могу вставить прямо Я был пьян Клянусь, что я поменяюсь Ведь без тебя я просто усугубляюсь Мне кажется то, что я теряюсь Знаю, что порой тяжело отпускать то, что так часто видишь Знаю, что порой веду себя как дурак, но мне не нужен кипиш Я тебя люблю, но не знаю, как сказать об этом Как тебе пишет бывший ад Я буду третьим лишним Знаю, что порой тяжело отпускать то, что так часто видишь Знаю, что порой веду себя как дурак, но мне не нужен кипиш Я тебя люблю, но не знаю, как сказать об этом Пусть тебе пишет бывший Так приятно осознать, что в этом мире истин Я тебя как по-вессай Это нижний брат, вейдер, выпускай Мы пройдемся на палмах, как торнадо Ты по барам, и ты рядом Я разлабляюсь с ней снова Я разлабляюсь с ней снова Давай научим их, как отдыхать надо Мы под горючими в такте таламбана Я просто космас, космас, космастарь Знаю, что не спастарь Постарь, постарь Знаю, что порой тяжело отпускать то, что так часто видишь Знаю, что порой веду себя как дурак, но мне не нужен кипиш Я тебя люблю, но не знаю, как сказать об этом Пусть тебе пишет бывший Так он осознает, что в нашем с тобой мире я буду третьим лишним Знаю, что порой тяжело отпускать то, что так часто видишь Знаю, что порой веду себя как дурак, но мне не нужен кипиш Я тебя люблю и не знаю, как сказать об этом Пусть тебе пишет бывший Так приятно осознать, что в этом мире есть ты Даня, это мясо вообще трек Это очень круто Токсис, Токсис просто припев вынес Кайф, кайф Реально, мне очень зашло Тут в комментах тоже пишут крутая песня Я думаю, поставить Токсис тага или нет Максим Батуллин написал Что за супер мощная песня Очень мощная песня, правда Это лучшая песня, которую я слышал Реально, никак вообще Просто я вот думаю, если мы сейчас поставим Токсис тагом И испортим впечатление или наоборот улучшим Как ты думаешь? Слушай, я... Блин, давай дадим буст, пацану Давай дадим буст Давай буст, но мне кажется, надо не с тем треком Другую песню Надо, да, надо, ну, что-то свеженькое, наверное Он бы сам, наверное, кипиш Ну, мы проверим, мы проверим, ладно Эй, эй, эй Дайте этому парню пару лет, и он выстрелит жестко Я как тага, 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 тага Иди, послушай, говоришь, я много ем, эй Сам иди, покушай, говоришь, ты выше всех Ну, ты знаешь, что тут лучше Я, 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 я буду тагер, я, я, на мне бриллиант Я, 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 я буду тагер, я, 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 я буду тагер, я, 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 я Вон там сам пулю на блоке, будто это не мёд Ты мой чапа, тут-ту-ту, теперь я порошок сотрён Беларусь, как из имползер, на мне зимой сук Мне звонят на телефон, но никто не возьмёт Я, 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 я буду тагер, я, я, на мне бриллиант Я, 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 я буду тагер, я, 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 я буду тагер, я, 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 я Продолжение следует... 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 Красиво, действительно красиво, как бы тут я как бы это не расхваливаю работу, типа просто действительно гек сделал круто, круто, если отдыхает, смотрите прямо сейчас, не знаю, зайдите там, куда хотите, ищите в социальные сети, зайдите ко мне и найдете, где смотреть. Что по концертам? Есть какие-то ближайшее время выступления? Нет, слушай, по-моему, нет. В мемо только выступаем. Это что? Что-то клуб, ресторан. В Москве? Да, с 25-го, с 6-го в ночь, клуб Мемо, здесь будет клубное выступление, можете залететь туда, кому по кайфу, а в целом ближайшее время, ближайший год, нигде в Москве, нигде концертов не будет. А как это год? Почему год? Это много. Почему много? Ну, типа, некоторым людям, вот как Маркул, допустим, он записал альбом и умудрился тур откатать с этим альбомом только через два года, когда он уже новый начал записывать, потому что постоянно это переносилось под любви или что-то. Есть люди, которые с одним треком катают всю жизнь, и как бы тут дело не в этом, не в том, сколько ты записал, а дело в том, что, ну, как ты хочешь себя чувствовать в данный момент, там, ну... Тебе хочется чуть-чуть дед инсайдом побыть, да? Мне хочется вообще немножко обнулиться, да, пописать, возможно, музыку под другим именем, с нуля, с нулевым бэкграундом, пройти весь тот путь, который прошел под именем не лет до этого, на протяжении всего этого времени, заново, с нуля. А под другим именем ты уже придумал под каким... Да не, пофиг, этих имен будет много, я буду плодиться. Слушай, ну это опасно, есть, значит, рэпер такой, Слава КПСС его зовут, у него тоже много имен, Соня Мармеладова, Гнойный и так далее. Так он же сказал, что в какой-то момент он потерялся в этих именах сам, и у него кукуха съехала, то есть он начал запутываться, эти люди начали существовать отдельно от него, как будто бы. Да нет, фигня, ну что это... Ничего такого не будет. У меня нормально, все с головой. Все, тогда не будем переживать. У нас в гостях был Даня Нелета, номинант премии New Radio Awards, которая пройдет уже 30-го числа, а это получается в следующий четверг, имейте это в виду. Даня, спасибо тебе большое, что пришел, я тебе желаю победы в номинации лучший артист. Я не знаю, правда, кто там представлен. Я за то, чтобы победил не я, победил кто-то другой, тот, кто сейчас активно работает, трудится, пишет музон, промотирует, выступает. Я сижу дома, кайфую, выпустил несколько треков, снял пару клипов, все. Вот, и, кстати, последний вопрос, у нас есть номинация «Прорыв года», которая составлена, по моему мнению, не очень честно, потому что там три действительно прорыва года, и два человека, которые уже сильно стреляли. Кто-то, короче, там представили Анну Асти в «Прорыв года». Ну, не честно, согласись, как будто бы никто... А кто всего-то сколько решает? И пять человек, и Султан Лагучев там тоже. И вот у меня к тебе вопрос, смотри, представлено пять. Анна Асти, Султан Лагучев, Доус, Лирик и Амирчик. Кому бы ты отдал прорыв года в этом году? В этом году прорыв? Ну, слушай, для меня, я бы Амирчику, наверное, отдал. Амирчику? Да, потому что, ну, ну, а не Астину, что? Ну, да. Она уже, типа, сделала. И Султан Лагучев тоже, он уже... Если говорить про этот год? Да. Да так они все уже не этот год, на самом деле. Ну, прошлый, там, прошлый. Типа Лирик, ну, Лирик крутой чувак. Мне очень нравится, Кирюха. Вот все приходят, говорят, что Лирик прорыв года. Если выбирать из трех, Лирик... Я бы отдал ему просто, потому что реально крутой парень, очень много трудится, и он, ну, реально сделал много крутейшей музыки. Ты бы хотел фитонуть с ним? С Кирюхой? С Лириком, да. Слушай, я всегда за то, чтобы писать классную музыку. Мы же хорошо общенную, как бы, с ребятами знакомы. С Кирюхой знакомы общались. Я знаю, сколько он, там, музыки своей вложил в песни Юли. Он очень трудится, он на лай вас прям отбивает лэпы. В песне Юли Зиверт, я знаю, насколько он, типа, там, много вкинул в свое музицирование, в свое видение. Это очень крутой мелодист, в нем целый оркестр, это крутой парень, талантливый. Я очень, как бы, за то, чтобы ему, да, наверное, отдали. Это был Даня Нелета, ребятушки, а я прощаюсь с вами до понедельника. В понедельник уже придет Кирилл Калинин. Спасибо за то, что эти три дня тут тусовались со мной. Надеюсь, я вас там сильно не подводил. Кто-то там, может, кому-то не понравилось, что я тут один сидел и эфиры вел. Ну, уж как-то так, сорян, кому не зашло. До понедельника, в понедельник встретимся в 7 утра. Здесь же один плюс один возвращается. Утренний Райт Раун уходит на пенсию. Утренний Райт Раун. Когда идет дождь, дороги мокнут. Погода в Москве, я вот смотрю сейчас просто, и знаете, мне даже страшно открывать приложение такси. Потому что если в обычное время 1000-1200 рублей стоит доехать до дома, то сейчас это, наверное, уже надо измерять в долларах или в каких-нибудь евро. И это уже не 1200, а миллион 200. Поэтому, если я сегодня разорюсь и завтра буду жить на улице, вините в этом московскую погоду. До понедельника. Супер! 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 Я за ней, но менее резво Я удивляюсь тому, что дышу одним воздухом с ней И остаюсь трезвой Ты знаешь обо мне всё, что можно знать Ты знаешь обо мне всё, что можешь знать только ты Ты знаешь, я смогу всю самому начать Только с тобой В одиночестве забытых картин Нанесённых на кирпичные стены Я шатаюсь этой ночью один Разбираясь в неполадковшую стену Подогревая грани мегаболистых грех Я вдыхаю полночную стужу Моё сердце переходит на бег Когда тебя я так долго не вижу Ты знаешь обо мне всё, что можешь знать только ты Ты знаешь, я смогу всю самому начать Только с тобой Ты мой закат, ты мой рассвет Без тебя меня фактически нет Я с тобой Я снова жива Ты мой закат, ты мой рассвет Это музыка наша С тобою секрет Время пыль Без тебя меня нет Ты знаешь, я смогу всю самому начать Ты знаешь обо мне всё, что можешь знать только ты Ты знаешь, я смогу... Ты знаешь, я смогу всю самому начать 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 Ты знаешь, я смогу всю самому начать